Хочешь поиграть во что-то новое, но не требующее много времени? Зашёл туда, раскатал пару ребят и дальше по своим делам? Тогда мы рекомендуем Forge of Empires. Тебе предстоит пройти путь от небольшой деревеньки до создания собственной империи. Игра порадует тебя, она доступна без скачивания. Ссылка в описании, регистрация займёт всего 10 секунд. Присоединяйся. Всем привет, с вами Игорь Линк, и это новый выпуск репортажей со дна. Как сделать так, чтобы пущенная мимо стрелами раны попала прямо в цель? Как выбраться из вражеского купола, при этом убив поставившего его Вайда? Всё это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Приятного просмотра! И первый эпизод начинается с того, что Найт Сталкер преследует Вайда, убивает его и на крополях пытается убежать от Некропоса. И не вовремя закончилась ночь, поэтому скорость его передвижения снизилась, но он всё же оторвался от Некра, однако не слишком удачно выбрал маршрут. Некропос, правда, не сразу понял, что Найт Сталкера уже нету, и в итоге отправился вслед за ним в таверну. И не думайте, что Найт Сталкер специально заденавился, он пытался пройти мимо, потому что он уже, в принципе, оторвался от Некрофоса и спокойно мог бы уйти. И пока Некрофос в течение пары секунд читал надпись о том, что Найт Сталкер уже мёртв, осознавал это, те же самые крипы, которые убили Найт Сталкера, наваляли по щам и ему. Учитывая, что это спот малых крипов, то на ум приходит только одна пословица «Мал да удал». Ну а здесь у нас довольно долгая и грустная история о Пудже, который оказался на клифе. Вот он решил занять позицию повыгоднее и даже захукнул зачем-то туда Рики. Вот тут начинается замес, все дерутся, Пудж, правда, никак никому помочь не может. Тут Рики спускается с ХГ на своей ульте, однако в итоге они все оказываются в таверне, кроме Пуджа. И знаете, тут, наверное, уместно сказать, что смерть бывает быстрой и безболезненной, а бывает долгой и мучительной. И благодаря тому, что у Некрофоса был Радианс, Пуджу достоился второго варианта. А ведь эти парни, которые бьют Рошана, даже не знали о существовании Пуджа на этом ХГ. Почему Пудж не мог ублинкаться, я думаю, понятно. Радианс сбивал ему Блинк, но вот куда он кидал этот хук, этого я точно не понимаю. Можно же было перед смертью хотя бы вытащить Некрофоса или Баншу на ХГ, чтобы они также были беспомощны. Но вместо этого он выбрал тихую и бесславную смерть. Настолько тихую, что я даже не уверен, что противники вообще заметили, что убили его. Ну а это, на мой взгляд, один из лучших фейлов за последние несколько выпусков. Вот вы видите Блотикера, который из-под Сильвер Эджа выходит, сбивает пассивки в Айду, начинает его бить, но Уайт ставит купол. Однако секунду спустя, Уайт оказывается мертв, Блотикер оказывается вне купола, а в куполе оказывается Винга. Что же произошло? Давайте посмотрим в замедленном повторе. Вот тут Блотикер бежит под Сильвер Эйджем, бьет Вайда, А Уайт оказывается без пассивок, потому что Сильвер Эйдж их отключает, после чего БС ультует на него, кидает на себя первую и начинает бить. И тут Уайт ставит купол, но рядом была Винга из команды Вайда, которая свапается с БСом, а Уайт, который атаковал его, автоматически выбежал за ним из купола и умер под ультой. По-моему, это даже круче, чем если бы она просто свапнулась с Вайдом, на котором висела ульта БСа. Ну а тут у нас Мартра неудачно блинканул из-под кусаки Тинкера, здесь еще Мирана подключает свои ульты, и Мартра уходит буквально на паре ХП. Мирана не может ее догнать, пускает очень кривую стрелу, однако Пуш корректирует траекторию Мартры, и стрела из кривой превращается в самую, что ни на есть удачную. Этот момент становится еще более забавным, если в это время наблюдать за Пуджом. Вот он увидел, что там Мартра убегает от Мираны, и подумал, что надо бы ее спасти, он даже блинканулся туда. Ну просто все сделал, чтобы вытянуть Мартру на эту стрелу. После такого я сразу вспомнил вот эту вот картинку. Мне кажется, что для таких случаев она и рисовалась. Пожалуй, в Доте нужно сделать такой смайлик. Ну а теперь очередной пример гениального Диная Аегиса. Силой тьмы начали бить Рошана, и совсем не заметили, что к ним в берлогу пробралась Дарксировская иллюзия Рики. В принципе, это неудивительно, ведь иллюзии Рики, как и сам Рики, инвизные. Впрочем, его можно было заметить, когда он находился под салом в тучке настоящего Рики. Однако никто не обратил на него внимания, и в итоге он спокойненько задинайл Аегис. Кстати, этого бы не случилось, если бы у Мартры был БФ. Тогда бы она убила эту иллюзию просто сплэшевым уроном. Но Дота, как и история, не терпится слагательного наклонения, и в итоге команда сил тьмы остается без Аегиса. Который им, кстати, в тот момент очень бы не помешал. Ну и на этом сегодняшняя подборка подошла к концу, и я надеюсь, что вам понравились сегодняшние моменты, что вы не забудете тыкнуть лайк на Ютубе, а также расскажете об этом выпуске своим друзьям ВКонтакте. И если вы стали свидетелем каких-то моментов, которыми вы хотели бы с нами поделиться, то обязательно отправляйте их, и о том, как это сделать, вы можете увидеть прямо сейчас на экране или в описании к видео на Ютубе. Ну а в ожидании нового выпуска можете заценить новую серию Школа Дотеров. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Игорь Ринг, до встречи на дне примерно через неделю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok